ребят привет сегодня мы хотим показать вам очень интересный автомобиль это новый ford mustang седьмого поколения таких автомобилей практически нет на российском рынке не только только начинают заезжать и это уже седьмое поколение мустангов я зовут евгений шалай команда эй джи эм давайте с вами вместе разберемся это все-таки новое поколение либо это глубокий перестали друзья ну что перед вами стоит новый mustang седьмого поколения которое маловероятно что встретите на дорогах общего пользования давайте расскажу откуда у нас появился к нам пришел клиент который купил у нас два года назад предыдущие поколение шестое рестайлинг покатался два года удачно все понравилось и пришел с таким запросом либо мы покупаем 5-литровый mustang gt либо мы смотрим новый mustang 24 года седьмое поколение поискали на аукционах на манхеме нашли вот этот вот вариант с пробегом 700 миль практически новый он в пленочках весь был чуть позже расскажем по цене сколько он ему обошелся давайте разбираться потому что многие утверждают опять же компания ford что это нового поколения 7 но как мы считаем это глубокое глубокий рестайлинг тем более пересмотрели кучу автожурналистов кучу форумов и все считают что это действительно глубокий рестайлинг почему потому что это предыдущая платформа на которой в принципе разрабатывался шестое поколение дорест рест и так далее что здесь принципе изменилось изменилось но практически все это передняя часть задняя часть то есть ни одного элемента вы не увидите здесь просто какого-то старого все что-то новое давайте с вами вместе разбираться потому что ну мы можно сказать пока что сильно его не под не тестили у нас конечно же есть человек который первый можно сказать может быть там один из первых в россии покатался на новом мустанге почувствовал что это такое мы сейчас его скоро пригласим и давайте немножко разберемся что они утверждают что колесная база уменьшилась на два миллиметра ну да ладно мы принципе это не почувствуем общая длина увеличилась на два сантиметра непонятно из-за чего то ли из-за бамперов то ли в может быть скос бампер и так далее но у нас есть два миллиметра плюс супер давайте посмотрим дальше у нас задние арки которые утверждают что вроде как они расширились но это не так они остались такими же 1 915 такие же показатели как предыдущем мустанге конечно же внешку чуть более затронем попозже что касается технической части у нас эко boost 2 и 3 литра базовая комплектация базовая давайте объясню почему базовая потому что наверное это самая доступна цена раз и плюс опять же вам полезно посмотреть этот ролик потому что в основном вы будете брать себе я скажу так потому что по опыту у нас клиенты берут в основном либо базовая либо чуть выше базовый максимальная цена сразу же на 8 10 12 тысяч долларов дороже то есть машина в америке стоит 33 новая 34 и за комплектацию переплачивается 10 11 тысяч долларов но это бред соответственно будете скорее всего кататься все на базовой либо чуть выше вот давайте как раз таки и посмотрим чуть позже что же здесь все-таки в базовой есть и чем вам придется довольствоваться на чем вы будете ездить 2 и 3 литра 319 вроде как лошадиных сил если пробиваем по вин коду пишет 2 317 также как предыдущем поколении хотя утверждает что двигатель абсолютно другой полностью переработан пока что непонятно чем он отличается от предыдущего поколения чуть позже конечно же когда они появятся наверное повсеместно люди протестят загонят на какие-то стенды и так далее будет понятно что касается коробки коробка такая же автомат десятиступенчатая которая тупит 1 2 передачи максимально тупит в городе то есть она не понимает как и переключаться но если при разгоне она очень хорошо себя показывает и конечно же давайте придем перейдем к внешке который в принципе разберем вот с этим вот человеком с этим типом который покатался на ней 1 я даже за рулем не сидел первый целый день на ней покатался и многое может о ней рассказать всем валерий я тип я тот тип который покатался на ней до целый день подъемов у нас был мы ездили по городу это был будний день соответственно были разные совершенно ситуации для подсъемов что важно как раз таки 1 2 передача где-то 3 равняться с машиной в которой сидит оператор и пытается снять красивые кадры нужно ехать то быстрее то медленнее постоянно выравнивать скорость плюс еще нужно пропускать какие-то машины в общем вот эта игра постоянно идет и на этой машине ты чувствуешь да как работает коробка вот из-за этой ситуации я считаю также как и большинство что это все-таки глубокий рестайлинг потому что по ощущениям то же самое как и на предыдущем поколении так называемом давай немножко поправлю в моем понимании если это нового поколения это как было раньше что компания вкладывает огромные бабки просто инвестирует там как бы разрабатывают новую платформу новые кузова новый салон новое сиденье новый движок и так далее здесь по сути практически то же самое вот по салону опять же зрители увидят что поменялось по сути только торпеда с большими мониторами и я так понимаю что ford идет по пути современных тенденций вот увидели в китае как бы там на электричках надо и нам то есть ну как-то так наверное ну это общая тенденция да не то что там китай прям ну еще плюс на центральном тоннеле у нас исчез ручной тормоз который есть был механический он есть да он теперь просто на кнопочки электронные вот единственное что в основном 2 и 3 2 и 3 поправлюсь это 2 и 3 если бы брать 5 литровый dark horse там есть привычная нам именно рукоятка вот ручного тормоза но она уже электромеханическая вы не сможете как бы там прям задернуть как бы тросиком как бы зайти в поворот там свои настройки но она уже электронный ручник фуфломицин фуфломицин так что касается внешки как тебе вообще не короче так вам не нравится на самом деле он будет офигенно смотреться в обвесах каких-то он выглядит спереди по крайней мере точно не менее круто чем другой ну по-другому реально мы сейчас эти говорят пододвинем вот этого замечательного чё подвигать черного давай может пододвинем давай потом смотреться форт мустанг предыдущее поколение не совсем обычный мустанг это очень интересно чуть позже обзор на него сделаем форт мустанг мачван это трековая версия чуть позже все увидите для того чтобы сравнить просто хотя бы вот фары капот и так далее да в общем я вернусь к своему комментарию по поводу он давай да от который на самом деле здесь все пляшет поменяли оптику соответственно сразу у нас меняется все окружение это все элементы и бампер и капот и крыло значит но было круто в предыдущем поколении круто да и до рестайлинга кстати говоря в рестайлинге мне очень нравится может быть даже кто-то поспорит до что в дорест был круче вот эти конкретные элементы три штучки да классно здесь все вообще по-другому ну тоже по сути ну классно по-другому но тоже супер самый главный момент то что вот как раз таки на форуме а уже насчитались то что все как бы против того что поменяли фары почему потому что вот этого часть особенно вот это вот линза она напоминает вот именно те старые мустанги добрая до которая 60 70-х годов и плюс опять же эти три полоски здесь уже ну какой-то вот осовременщина какая-то такая больше такой попсовое что-то но имеет место быть наверное я тебе так скажу вот на самом деле смотри всегда кажется что это какой-то новый попсовый зализанный вариант пока ты не увидишь эту машину в очень крутом обвесе вот когда она будет на максимальной агрессии вот тогда и нужно будет понимать что из нее можно сделать потому что все-таки эта машина не для того чтобы ее взял и так ездишь там значит магазин за хлебом но это все-таки когда ты не видишь это повсеместно когда ты увижу видишь кто их привезли очень много на каждом шагу не мелькают тогда ты уже начинаешь привыкать к автомобилю и конечно же давайте коснемся ребят коснемся именно американских классных заводских зазоров качественных которые это не всегда жалуются что вот даже у нас автомобили которые приезжают из сша с какими-то минимальные повреждения поменять бампер и потом придираются к зазорам что неправильно выставлены и так далее давайте вот покажем вот как здесь выставлены зазоры автомобиль абсолютно новый даже тень классно падает здесь показатель наверное может быть лазерным уровнем как-то выставляли я не знаю просто ну вот это вот завод чтобы вы понимали и не придирайтесь пожалуйста это ford это качество это американский просто muscle car который американский стандарт стандарда поэтому кстати говоря же это норм этого нет вот на матче но матч это конечно другая версия опять же мы не зря про это сказали но здесь все не так ну нюансы все равно имеются любом случае они не идеальны но вот новом поколении уже вот так так что касается опять же изменений мы видим капот абсолютно другой если внешне давайте вот кстати напишите в комментариях какой вам капот и вообще в принципе какой мустан больше нравится внешне потому что мне кажется это стал более широкий приземистый и напоминает вот именно мустанге 60-70-х годов который вот этот элеонор и так далее то есть выглядит за счет чего вот мы с тобой спорили да уже до этого естественно он стал более угловатый более кубические вот это ребро оно поднялось то есть вот эта точка она выше чем там поэтому он стал ну как я уже сказал более кубическим за счет этого он кажется напоминающим форму старых мустангов до конца 60-х начало 70-х годов когда здесь был ровный капот совершенно да и острые грани то есть была прямая грань на крыле он больше напоминает эта версия все-таки более пока ты да она более скругленная поэтому это явное отличие которое видно ну помимо оптики спереди да ну конечно же зависимости от модификации если мы возьмем 5-литровый dark horse которая будет комплектоваться множеством диффузоров злых это будет действительно другой совершенно другой вид самое главное отличие то что вы не видите здесь против тумана горизонтальных которые имеются опять же на заряженной версии до матч вот таким образом выглядят и более горизонтально идут на 2 и 3 здесь они полностью убрали туманки их нет давайте посмотрим как изменилась боковая часть автомобиля то есть мы видим здесь что рельеф да или вот выемка в самого боковой части идет именно наверно в сторону улицы здесь наоборот идет она больше вот вам именно внутрь то есть вот отличается крыло капот идет как бы внутри автомобиля то есть ну совершенно да по-другому но здесь поменялась полностью конце да если есть центральная часть кузова она была как бы утоплена в салон здесь она наоборот имеет вид выступающий а вот нижняя грань она наоборот притоплена это получается полностью наоборот ребро осталось у нас получается она идет также по ручке кстати ручка тоже поменялась она стала более массивной но концепция селом другая вот эта концепция она больше как у челленджера знаешь у них тоже идет внешняя вот эта часть двери не утопленная в кузов как было на предыдущем поколении мустанга ну давайте разберемся я смотрю что например зеркала они практически наверно такие же это прямо одни и те же одни и те же зеркала ручка но я бы сказал спорная потому что она слишком массивная слишком огромная я не знаю вот предыдущем поколении она выглядит ну как-то наверное более обтекаемая что ли но здесь в ней больше дизайна я бы сказал на самом деле здесь она более остренькая да там она какая-то снятая как будто с какого-то кроссовера дешевенького а дальше на самом деле надо поговорить о самом-самом-самом-самом классном то что вызывает больше всего споров это задняя часть и задняя оптика давай и у меня честно ну двоякое ощущение такое двоякое ну ну стала хуже вот еще стала хуже но задней части стало стало кстати ребят как напишите в комментарии мне кажется вот то что сделали с задней оптикой это вот прям хорошее решение но чем она хорошая ну во-первых вот эта форма не считая того что она угловатая но это то же самое что здесь ну плюс-минус а вот то что ушла значит цельная ну на черном цвете правда не видно да вот был бы он сейчас белый это был бросалась в глаза здесь это цельный элемент причем этот элемент плавно перетекает соответственно в сам бампер на котором и на значит крыльях на багажнике да тоже есть определенная форма ну здесь прям есть концепция понимаешь и на цветных версиях этого мустанга этого поколения это прям ну очень жирный элемент который отдает просто вот к маслкаром старых годов конец там 60-х 70-х вот этот charger современный челленджер да украшу передняя часть вот это вот литая центральная первое что будут делать это в датейлинг и затянут черный вот это вот скорее всего да потому что сейчас честно по моим ощущениям это просто две отдельные дешевенькие фары стали почему мне нравится с вот именно задняя часть вот нового мустанга потому что здесь вот просто вот эти вот фонари они взяли очень очень близко скопировали к 68 году 70-му году мустанга именно обычный мустанг не берем какие-то там версии заряженные 3 отдельные и они небольшие и выполнены вот таким вот как-то стрелкообразно что-то такое как как галочка да выглядит очень круто то есть не совсем объективно конечно сейчас сравнивать вот именно две задние части потому что там более заряжена до 5 литровой не подожди стоит она заряженная только вот этой нижней частью с вверхом до вверх то он одинаковый какого я тебе говорю про верх только понимаешь вот у меня претензии к верху что вот эта часть она конечно же в зависимости от опять же я говорил про вес вот сразу сказал потому что это важно обвес сюда поставь конечно это будет совершенно другая уже машина но вот эта та часть что ты с ней сделаешь вот здесь помню меняли красный свет на китайские накладки до белого цвета это тоже классно смотрится совершенно другой стиль загорается понятно тоже красным но очень круто что здесь будут делать ну вот как ты сказал правильно наверное менять эту штуку либо если это действительно какой-то другой цвет темно-серый чем черный синий неважно уже будет смотреться по-другому что мне нравится в этом вот именно за задней части это автомобиля именно вот вот эти фонари все мне больше ничего не нравится но тебе форма вот красных вот этих фонарей нравится да то есть не нужно исполнение исполнение то что они небольшие то что они очень приближены к старому стан вот это мне нравится бампер бампер остался можно сказать точно такой же если мы даже возьмем обычную версию к boost вот предыдущее поколение даже диффузор очень похож вот эта часть мы уже поняли что она не совсем практичная практичная да потому что здесь будет оседать полностью все болото грязь пыль и так далее вы только помыли здесь все садится моментально а вот даже кстати видно мы плохо протерли вот он да самый главный еще минус визуально если вот смотреть просто на заднюю часть автомобиля это то что вот здесь нет никакого спойлера даже в базовой комплектации предыдущего поколения здесь идет небольшой спойлерок мы не будем смотреть на вот это то что здесь стоит большой спойлер небольшой спойлерок и плюс задняя часть выполнена ну как то вот немножко вот уходит вверх вот даже здесь есть даже без спойлера это видно на самом деле это видно на этой версии что даже если мы берем спойлер то эта часть она немножечко идет задрано 2 а в конце здесь она все-таки имеет дружи другую концепцию больше знаешь похоже вот если отсюда я прям смотрю то отсюда видно как будто какие-то отголоски камара уже идут давайте смотрим вот именно на эту часть здесь у нас за стекло ровно такое же как и было здесь повторитель стоп-сигнала как бы такой же даже плавник я считаю что ну наверное такой же остался крыша сали то же самое то есть принципе все то же самое что касается задних вот именно давай посмотрим вот сравни там и здесь вот именно расширение вот именно вот этих арок плюс-минус это тоже самое ну тоже самое практически да я не знаю практически то же сам как это у нас называется форма бутылки кока-кола да она сохранилась самое главное да нет мне кажется тоже сразу же самое абсолютно один в один да единственное что кстати говоря смотри на заднем крыле вот это ребро да у нас здесь оно шло через лючок это видно там на той версии лючок тоже был изогнутый а теперь он ровный абсолютно и этот изгиб до него не доходит что ну это милость но тем не в принципе сделали сзади части они решили это то же самое как toyota camry которая в принципе сделали срез вот вот здесь вот они обрезали предыдущий toyota camry было вот так как в устанге вот в предыдущее поколение вот мы видим что отойди немножко вот как бы здесь идет сначала таким образом а потом идет более горизонтально а здесь они просто от угла пошли как бы на срезка арки как бы все изменения окунемся в интерьер давайте начнем с карты двери которая в принципе ничем не изменилось есть небольшие отличия что мы видим здесь вот модуль который отвечает вот сама ручка открытия дверей вот это вот открытие закрытие центрального замка точно такая же здесь вот все кнопки регулировка зеркал все абсолютно такое же здесь по сути точно такой же пластик единственное что в предыдущем поколении не было вот такие таких вот ставок отдельных вот частей вот отдельных частей вывод карты изменилось что изменилось то что вот отдельно стоят вот такие вот как рефриленая под динамики пластики вот предыдущем поколении такого не было что касается вот накладки порога абсолютно такая же просто взяли с предыдущего поколения поставили сюда со склада сиденья точно такие же все то же самое единство поменяли конечно обшивку обшивка не другая это комбинированное уже получается сиденья с кожзамом и вот такая вот какая ткань сразу видим что сиденье без вентиляции конечно же базу комплектации есть подогрев так что касается по мультимедиа здесь медиа система стоит xing 4 нас здесь приветствуют как раз таки сразу же два больших монитора который один отвечает за приборную панель которая составляет 12 4 дюйма и монитор вот именно для водителя пассажира там 13 и 2 дюйма бросается в глаза конечно же что очень много пластика пластик видно что не самого хорошего качества дешевый то есть даже на предыдущем поколении было видно что там используется ну как даже поинтереснее материалы где-то там кожзам и так далее здесь конечно же поменяли полностью переднюю торпеду вместе с мониторами просто вот как бы взяли новую за сюда поставили как бы и можно сказать что-то сделали по салону что мы здесь имеем здесь вот подлокотник точно такой же ниши под стаканы здесь да у нас практически такие же есть единственно что здесь нет вот контурной подсветки именно самих стаканов здесь нет механического ручника здесь опять же есть вот просто такой вот ползунок который отвечает за переключение ручника электронный сама сама рукоятка переключения передач чуть-чуть изменилась за счет верхней вот вот этой клавиши здесь оставили вот в этой консоли самое главное это отключением антипропусковочной системы аварийка максимальная обдув на лобовое стекло из кнопка старт-стоп главная кнопка старт-стоп выглядит вот сейчас вот таким образом такая вот бордовая темно-красная что здесь мы еще видим нет подзарядки телефонов беспроводной она идет в более мощными версии до больше более крутой комплектации здесь у нас зарядка юсби тайп си и здесь есть вот прикуриватель что касается самого бардачка он идет более скоро скошенный как предыдущем поколении а так в принципе все то же самое потолок такой же очечник такой же единственно что это не смутила конечно вот эта кнопка включение включения света в салоне она прям такая топорная жесткая прям такая брутальная прям звук как вот когда автомат калашника перезаряжаете вот тоже самое здесь топ-оп-оп-оп сразу чувствуется что вы включили свет рулевого леса конечно же полностью изменилась но смущает вот именно вот это вот центральная часть именно подушка безопасности которая хотя бы вот хоть хоть какой-то кожзамп сюда бы вот на поместили было бы круто а здесь просто обычный пластик который обрезан не очень качественно здесь есть какие-то заусенцы и так далее то есть ну вот как то так но выглядит визуально он конечно интереснее может быть даже симпатичнее чем был окантовка вокруг вот основных кнопок переключения идет такая под карбон пластиковая тоже интересное решение давайте разберемся по мультимедии как это все отрисовано чем можно сравнить и какие здесь фишки есть валерий валерий как раз таки валерий разобрался в полной мере я же денек поездил да да и могу ой кое-что показать давай давай поменяемся ну расскажи нам что-нибудь интересное что-нибудь интерес что ты здесь увидел ну во первых ощущениям вот из-за того что не поменялась карта двери особо она геометрически то же самое да ты рассказал немножко про материалы про перфорацию пластиковых элементов под колонки и так далее но геометрически она такая же то есть ты садишься и чувствуешь себя в той же самой машине это я в начале говорил центральный тоннель да не считая ручки механической ручника то что она все желаю да поэтому ты садишься в ту же самую машину конечно вся мультимедиа она поменялась отдельно я добавлю что я так же считаю вот этот пластик супер дешевым и это честно говоря я когда ездил целый день я не мог избавиться от желания его постоянно пощупать и удивляться блин зачем за такой пластик все-таки но он супер дешевый давай немножко поправим то что вы опять же если мы возьмем комплектацию поинтереснее либо модификацию поинтереснее здесь уже идет вот эта вот часть она идет кожзам здесь уже меняется опять же материал вот и дальше ты не помнишь когда здесь просто меняется сам пластик там хром не хром и так далее но вот здесь если у тебя будет кожа вот хотя бы кожзам вот здесь может быть ощущение переходной момент именно с кожи на пластик будет нормально но когда здесь у тебя идет просто пластик 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 по везде пластик но это здесь конечно же есть сомнения но у меня вот именно вот этот под карбон пластик вот именно он сделали бы хотя бы хром какой-нибудь просто обычно алюминий там еще что-то было бы поинтереснее но на вид не знаю но по ощущениям было бы не так дешево смотрелось бы Он такой прям дешевый китайский пластик, как, знаешь, игрушки в 90-х были, с заусенцами все, которые можно было прям пораниться. Я про это и говорю, что вот, смотри, даже вот эта вот подушка обрезана просто, да, вот вылита так, что просто ты можешь пораниться, ну, по-хорошему. То есть это пластиковый элемент, который обрезали по краям, даже вот как-то... Да, и не обработали. Да, не зачистили, да, ничего. Вот он прям торчит там, пластик. Мне что пугает? Мне пугает вот этот вот монитор. Я когда сел просто первый раз, оно впечатляет, конечно же, но когда ты садишься где-то там, немножко поездил, потихонечку он начинает на тебя давить. Я не знаю, почему-то он слишком, мне кажется, большой. Вот сюда вот, если переместить, наверное, такой же хотя бы поставить. Было бы поинтереснее. Может быть, но я когда ездил, мне понравилось на самом деле. Изначально, мне кажется, да, что он, когда я на него смотрю, он большой, но когда ты включаешь, допустим, CarPlay и навигатор, то это вполне удобно, и ты не замечаешь, да, потому что ты в него лазишь, как раз-то тебе хочется посмотреть в устройство. Когда в Москве сейчас у нас GPS тупит, да, постоянно, соответственно, ты то увеличиваешь, то уменьшаешь, смотришь, какие повороты, пытаешься сам себя найти на этой карте. Ну вот сегодня это актуально, да, и мне показалось, что это удобно. Но в целом, конечно, да, если мы не пользуемся сейчас навигатором, а просто смотрим на размер этого монитора, ну реально какой-то большой. Мне, конечно, понравились, значит, приложения TrackApps, да, которые здесь есть, они доступны по кнопке, который перекочевал у нас с руля в предыдущем поколении Мустанга, на вот эту панель. Мы можем включать вспомогательные индикаторы, мне они очень нравятся. Ну, я думаю, для многих это фетиш, да, основной, потому что у нас вот в матче мы можем показать, там у нас механические датчики, да, их там немного, конечно, как здесь. Здесь мы можем их переключать, настраивать себе совершенно разные, да, какие есть. Ну, я пока баловался, настроил, соответственно, что-то там под себя, грубо говоря, что мне было бы комфортно смотреть и отслеживать, как будто бы это спортивная машина. Я скажу самый главный момент, вот именно владельцы Мустангов, любители Мустангов, когда приезжают, наверное, на свои сходки, у кого вот в предыдущем поколении было вот этих вот два вот датчика приборных вот здесь вот в торпеде, это был просто максимально крутой чувак. Тут сразу ты вот просто выделялся, это комплектация перформанс и так далее, то есть все, ты свой человек. Многие даже меняли, просто покупали вот эту переднюю часть отдельно за бешеные деньги, то что-то в районе полторы тысячи долларов, просто поставить эти два датчика, прописать, как бы, чтобы они у тебя были. Здесь у вас уже как бы все есть, вы можете настроить под себя. Гирлянда датчиков – это вообще мастхэв. Вспомни японский, да, корчи, как ребята делали. Это сбоку вот здесь вот просто делали. Да, когда гирлянда датчиков стоит на всей приборной панели, от отсюда и до конца до стойки, только стойки лишь ограничены это количество. 90-е, мне кажется, это уже сейчас не актуально. Это не только 90-е. Вот это особенно, да, понравилось. Но также круто, конечно, сделана анимация переключения режимов. Покажи, как сейчас это действительно отрисовали. Это как выгодно, находится как будто в компьютерной игре. Действительно отрисовано очень круто. И каждый режим, он в своем стиле, просто в визуализации и так далее. Да, здесь есть несколько режимов классические. Это нормальный, пользовательский. Соответственно, он переключается кнопками на руле. Пользовательский режим имеет определенную настройку. Он настраивается на, значит, в мониторе мультимедиа. Также вы переходите в спортивный режим. И здесь вы можете настроить несколько профилей пользовательского режима. То есть здесь вы включаете пользовательский, но при этом он может иметь разные совершенно настройки. То есть один режим вождения и до шести настроек разных, которые вы настраиваете вручную. Остальные, значит, режимы вождения вполне классические. Это нормальный режим вождения. В нем, соответственно, включаются определенный стиль отображения прибора. Колодцы, да? Как было раньше. Кстати, здесь сразу хочу сказать, да, что те колодцы, которые были в предыдущей модели, вот как раз мы сегодня сравниваем эту машину с максимально заряженной версией Match 1. Там у нас есть реальные физические колодцы, внутри которых встроена цифровая приборная панель. И это максимально круто смотрится. Здесь же вот этот монитор, ну, честно, это уже не труп, как говорится. Это попса. Попса, реально попса. Я не знаю, просто вот эти машины, да, которые возьмем, там, шестое поколение, матч, неважно какая версия, Bullet, там, либо какой-нибудь пятилитровик в хорошей комплектации. Это, можно сказать, автомобили, которые можно оставить как бы на старость. Я не знаю, как вот это оставить, ну, просто на пенсию, да, чтобы вы приехали, там, раз, там, неделю просто завели его и кайфанули. Может быть, там, пятилитровый Dark Horse. Да. Но вот как бы вот приехать, вот, приехать, сесть в этот автомобиль, увидеть вот эти мониторы, вот, там, не знаю, через 10-15 лет. Ну, не знаю. Ничего такого. Это же не современные мониторы. Мы сейчас находимся в 24-м году. Да, это фактически выпуск был 23-го, но это уже модельный 24-й год. В 24-м году такие толстые мониторы, которые здесь стоят, ну, это совершенно не суперсовременное решение. Но анимация классная, все-таки хочу сказать. И, конечно, да, это все-таки монитор приборной панели должен был, по моему мнению, оставаться колодцами, так как это было реализовано тогда. И к нему просто должен был добавиться больше монитор мультимедиа. В BMW 3-ке, помнишь, есть цифровая приборная панель, есть в виде колодцев. И здесь идет вот просто отдельный монитор. Вот если возьмем G-шку. Ну, в предыдущие, получается, поколения, не в самом последнем. Да. И давай, конечно же, поправим то, что здесь вот не в таком вот виде всегда идет вот именно данная версия, данный мустанг идет. Это базовая комплектация есть. Если возьмем чуть-чуть лучше комплектацию, здесь идет вот монитор уже сплошной. Он уже соприкасается здесь. Значит, дальше по режимам. Если мы говорим о старости, да, здесь они в цифровой приборной панели дают возможность поставить старый щиток приборов. Написано, да, значит, 89-93 год. Ну, от той видимости модели. Не знаю, зачем вам это поможет. Зачем это, да, все равно ты видишь монитор перед собой, ты не видишь колодца. Мне кажется, как будто это приборная панель, вот именно вот эта цифровая, как будто от какого-то жигуленка. Ну, 87-93 год, это такая модель, значит, это не ретро, это и не современная. Почему именно ее взяли, ну, честно, не знаю. Значит, режимы вождения, какие еще мы не рассмотрели, это спортивный режим. Мы, находясь в нормальном, переставляем режим вождения на спорт. Соответственно, видим уже другую анимацию, перекрашивается другой цвет у нас мустанг. И видим другую панель приборов. Она что похожа, знаешь? Опять же, BMW. BMW расположение просто в противоположную сторону, то есть у вас идет как бы здесь спидометр, здесь у нас тахометр, то есть в обратную сторону. Да, есть такое дело. Значит, следующий режим вождения у нас, который здесь доступен, это гоночный. Опять же, у нас другой цвет, другая анимация и также меняется внешнее отображение панели приборов. Значит, следующий режим вождения у нас drag strip. Тоже у нас очень крутая такая анимация здесь и совпадающий с гоночным видом стиль отображения приборов. Доступен последний вид. Брызги, дождь. Значит, там нарисована была снежинка, но это совпадает с нормальным стилем вождения, когда хасанить особо не приветствуется. Что касается климата, давай вернемся. Здесь у нас весь климат вынесен на закрепленную панель приборов на экране мультимедиа. Есть, ну, в нашей комплектации, по крайней мере, доступно три режима классических подогрева сидений. Значит, здесь настраивается отдельно для каждого пассажиров температура воздуха. Значит, ну, довольно простые здесь у нас элементы управления климатом, особо можно на них не задерживаться. Здесь у нас приложение, ну, я здесь пользовался в основном карплеем, да, подключал его, и у меня, соответственно, мультимедиа была уже немножко изменена. В функциях у нас здесь основная, наверное, понятное дело, что трекэпсы, которые перекочевали у нас, да, с предыдущих поколений. Режимы вспомогательные для движения здесь у нас в разных комплектациях могут быть разные, как я понимаю, да, хотя, ну, конечно, было бы здорово, если бы мы имели возможность сравнить, у нас и такой возможности нет. В моем мустанге, вот те трекэпсы, про которые я говорил, они перекочевали сюда. Ранее они у нас были все на, значит, приборах, на панели цифровой в колодцах, да. Кстати, есть функция, в которой, в принципе, вы можете блокировать передние тормоза и можете, как бы, дрифтить на месте, можно сказать, не дрифтить, а именно сжечь резину. Блокировка контура тормозов. Да, блокирует передние колеса. Да, и плюс, опять же, вы можете замерить, как и в предыдущих поколения, ну, здесь уже по-другому, конечно же, это все выглядит. Таймер ускорения, таймер тормозов, я имею в виду, за сколько вы оттормозитесь от 100 до 200, и время круга. Понравилось тебе, кстати, день управления этого автомобиля в салоне? Я вот вначале сказал, что почему я считаю, что это глубокий рестайлинг, потому что это та же машина по ощущениям. Не считая мониторов, которые все-таки, конечно же, ты постоянно за ними наблюдаешь, это очень удобно, что он стал большой в городе, ездить и эксплуатировать машину с навигатором, как я уже сказал, круто. Но по ощущениям того, как ты сидишь в этой машине, где у тебя лежат руки, руль управления, переключение коробки, то, как она разгоняется, ее динамика, все это старый абсолютно вариант Мустанга. Никаких новых, знаешь, мыслей не появилось, что что-то отличается. Я не могу ни на чем сконцентрироваться. Все то же самое. Как ты думаешь, будут ли заказывать именно отдельно, вот, например, будут привозить же, конечно, эти автомобили на разборку, будут продавать отдельно вот эти вот торпеды со всем вот мультимедиа и так далее, будут ли ставить на предыдущее поколение? По сути, мне кажется, это без проблем все установится. Ну, даже если возможно, надо поговорить с нашими главным вопросом, зачем? Ну, как бы... Если тебе очень сильно нравятся мониторы, потому что здесь, честно говоря, из плюсов могут быть только мониторы, вот, на которых я, допустим, если мы не говорим, опять же, про навигацию в городе, да, для того, чтобы была максимальная атмосфера, я включаю себе вот, соответственно, вспомогательные индикаторы, где отслеживаю там температуру и так далее. То есть вывод такой, скорее всего, большинство просто устанут от этих мониторов там на второй, третий, там, не знаю, через неделю какую-нибудь максимум, как бы, и... Я не считаю этот салон крутым, на самом деле. Я не считаю, что его можно прям, знаешь, хотеть и грезить о нем. Потому что предыдущий салон, он, во-первых, имеет дизайн, уникальный дизайн Мустанга, который был у них всегда. Я имею в виду форму, значит, правой и левой стороны. Да, да. Здесь этого практически нет. Немножечко это осталось... Разделение. В какой-то части здесь осталось у нас, значит, в форме вот этого дефлектора, да, но что-то напоминающее, и то есть, и только ты в курсе за это. Это отдаленно, если ты, действительно, как бы ездил на предыдущем поколении, ты поймешь, ну и... С натяжкой, да. А в предыдущем это все сохранено, то есть, там все-таки есть некая дань, значит, традициям, да, Мустанга, именно дизайна внутреннего салона. А здесь этого вообще нет. То есть, ты сидишь в каком-то, ну, пластиковом современном салоне. Ну, здесь нечего хотеть, опять же. Вот, нечего хотеть. И вот предыдущий, он атмосфернее много. Даже за счет этих колодцев, все-таки, если я покупаю спортивный автомобиль, здесь, конечно, можно по-разному к этому относиться. Но, если я покупаю спортивный автомобиль, то мне хочется в нем больше все-таки спортивности, брутальности. Знаешь, если я покупаю спортивный автомобиль с историей, уходящей далеко за десятилетия, да, там 60-е годы, 70-е, вот такая история. Это же маслкар все-таки. То мне хочется видеть, значит, какое-то продолжение, да, того, что было раньше. Ну, они стараются, кстати, поддерживать это какими-то там чертами, фонари, фары и так далее. То есть, ну, фары, ладно, фонари именно, внешние, может быть, вот формы, стараются как бы не потерять вот это вот, наверное, вене, там, предыдущих мустангов. Вот, а так, наверное, да, салон, конечно, оставляет желать лучше. Итак, самое главное, мы уже открыли, посмотрели, и я очень доволен, на самом деле, то, что они просто прозрели, наверное, переспали с этой мыслью, наверное, там, многие годы и поставили сюда газовые упоры. Это просто достижение, ребят, достижение. Не надо вот эту просто, вот эту кочергу вещь, она туда болтается, здесь сюда куда-то проваливается и так далее. Здесь вот газовые два упора. Супер. Скажу так, по мустангу знаю абсолютно все, потому что мы их очень много восстановили. Кто-то покупал автомобили после страховых аукционов, кто-то там абсолютно целыми и так далее. Здесь скажу сразу, что изменилось. Телевизор у нас, ну, практически такой же, там, может быть, именно крепление самого телевизора, фары и так далее, чуть-чуть поменялись. Здесь стрелы, крыла такие же, что вот визуально изменилось. Это, конечно же, чтобы они перенесли воздушный фильтр. Он выглядит, на самом деле, здесь как-то неуместно, нелепо. Он слишком огромный и похож, как будто его просто сюда от трактора просто взяли, куда-то поставили вот сюда, пускай стоит здесь. Фильтр раньше стоял вот в этом месте, где сейчас расположен бачок охлаждающей жидкости. Здесь он стоял, в предыдущем поколении он стоял вот в передней части. Поменяли местами, ну да ладно. Что касается самого двигателя. Внешне мы видим, что он действительно изменился. Катушки чуть-чуть выглядят по-другому. Крышки уже нет с 21 года. Многие скажут, а где крышка делась? Крышка шла с 16 по 21 год. И кто заказывал уже 22, 21 конец 22 года, говорили, давайте докупим мне крышку. Но реально с завода она уже не шла. Так что здесь крышки не ожидайте. Так, а так в принципе шумка, вот эта вот передняя часть, вот эта вот пластиковая вот поменялась. Написано мустанг, выглядит чуть по-другому. И в принципе, в принципе все то же самое. Итак, ребята, давайте подытожим немножко. Есть по автомобилю небольшие нюансы. Конечно же, это куча пластика, да, некачественного. Есть какие-то там очень плохие зазоры и так далее. Но давайте разберемся, сколько он в итоге стоит, например, в Америке, если вы покупаете. Цена данного автомобиля нового 34-35 тысяч долларов. Давайте подумаем, что мы можем купить здесь у нас на местном рынке новый автомобиль. Какой вы можете купить новый автомобиль за эти деньги? Конечно же, если считать с учетом всех расходов, доставок, растаможек, именно новый автомобиль, он, конечно, стоит космос. Но если покупать на американском рынке, он может, его могут позволить себе каждый, там, студент, знаю, там, какой-то 16-летний. К тому, что он очень дешевый, да? И так далее. Потому что очень дешевый для местного рынка автомобиль. Поэтому я думаю, что на эти вот моменты они точно закрывают глаза. Не важно. Да, слушай, мы тоже закрываем на это глаза. Мы просто не могли это не отметить, да? Потому что людям это интересно здесь знать, что же он за себя представляет. Но я думаю, все согласятся. И мы вначале сказали, что он крут. Он крут для своего бюджета. Есть моменты, ребят, но он крут. Но, конечно же, когда вы отплатите, там, 5, 6, 7 миллионов, там, по 8, которые сейчас продаются новыми в РФ, конечно же, это больно. Когда вы покупаете данный автомобиль с какими-то моментами. И давайте же подытожим, сколько он обошелся нашему клиенту. С учетом всех расходов, доставки, покупки, растаможки, данный автомобиль обошелся нашему клиенту около 5 миллионов рублей. Мы его купили на аукционе Манхейм за 32 тысячи долларов. Если взять абсолютно новый автомобиль, рассчитывайте где-то 38, около 40 тысяч долларов. То есть это будет пробег, там, 20 километров, 30 километров и так далее. У нас же, кстати, тоже около новый. 400 миль, по-моему, да? 700 миль. 700 миль. Да, мы купили автомобиль с пробегом 700 миль, 32 тысячи долларов. Но если брать абсолютно новый автомобиль, 30, там, 20-30 километров пробега, это рассчитывайте 38-40 тысяч за базовую версию. Как говорил ранее, ваше право вы решаете доплачивать 10-12 тысяч долларов за более мощную комплектацию. Либо, как бы, достаточно того, что есть. Вы прекрасно все видели сейчас, что вы можете получить в эти деньги. Так что, ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит этот автомобиль 5 миллионов рублей, если привезти его самостоятельно? Либо стоит ли он 8 миллионов, если покупать его на местном рынке? И опять же, ждем ваши комментарии. Какой вам автомобиль больше нравится? Шестое поколение все-таки? Либо вот этот вот красавец седьмого поколения, новая модель? Кстати, обзор на Ford Mustang предыдущего поколения, Match 1, мы также снимем. И его можно будет посмотреть на нашем канале, поэтому подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки этому видео. И смотрите следующее видео с обзором на самую заряженную версию Mustang, которую я лично знаю. Это будет максимально интересное видео. Покажем по технике, покажем пользовательский опыт Жени, потому что он покупал его для себя. Он расскажет, как он у него появился, как он его эксплуатировал. Мы пытались его использовать во всех возможных ситуациях для такой машины. Все-таки это спортивный вариант. И ездили на нем и дальнюю дорогу. Ну, в общем, расскажем. Не углубляйся, чтобы была интрига. Ребята, подписывайтесь. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова